Добрый день! Меня зовут Шуров Василий Александрович, я врач-психиатр, нарколог, психотерапевт, главный врач клиники, youtube-блогер. Тема сегодняшнего разговора квитиопин. Прежде чем приступить к квитиопину, призываю вас активно реагировать. Я жду вашей обратной связи. История о том, использовали ли вы квитиопин, кто вам назначал, по каким показаниям, какие были побочные эффекты, насколько этот препарат оказался эффективен для вас. Нам крайне важна обратная связь, поэтому пишите, не стесняйтесь, приводите на канал друзей, лайкайте, дизлайкайте, репостите нам все в тему. Возвращаемся к квитиопину. Квитиопин относится к группе нейролептиков, психотропных препаратов, влияющих на высшую нервную деятельность. Используется он в большой психиатрии, при шизофрении, маниакально-депрессивных психозах. Обладает способностью купировать галлюцинации, психомоторное возбуждение, работать как с позитивной, так и с негативной симптоматикой при тяжелых психических расстройствах. Он относится к группе атипичных нейролептиков, то есть это более позднее поколение, не взаимодействующее со всей группой дофаминовых рецепторов, достаточно редко дающее неврологические осложнения в результате длительного применения. Единственное, что я сразу хочу сказать, у него средняя терапевтическая сила. Если мы хотим работать им как монопрепаратом, в случае тяжелой психиатрической патологии требуются достаточно большие дозировки, и 400, и 500, и 600, и 700 миллиграмм, и там уже неизбежен побочный эффект, поэтому, как правило, все-таки он используется в комбинированной терапии и не используется при очень тяжелых психиатрических состояниях, когда у нас есть гораздо более мощные нейролептики на вооружении. Итак, причем назначается квитиопин, он же Сираквейль, он же Китилепт. Дозировки самые разные от 25 миллиграмм до 200. На терапевтическую дозу выходим очень постепенно. Вначале назначается там по 25 миллиграмм, потом по 50, по 100, постепенно наращиваем. Всегда пациент дает обратную связь по своему состоянию, и выйдя на терапевтическую дозу, уже доктор в каждом конкретном случае решает, когда препарат отменять. Зачастую при психиатрической патологии требуется достаточно длительное применение. В каждом конкретном случае мы решаем это индивидуально. Как правило, препарат назначается дважды в сутки. Существуют ретардированные формы, которые можно применять один раз в сутки. Повторюсь, в качестве монотерапии я его использую редко. Очень часто сталкиваюсь с историей, что назначают неврологи как снотворное для лечения неврозов. На мой взгляд, это крайне непрофессионально, потому что потом с побочным действием обращаются пациенты. Ну, я это считаю, применять ядерное оружие по пехоте. То есть, чрезмерно сильные препараты. Если речь идет о нарушениях сна, о какой-то невротической симптоматике, лучше начинать с других групп, ни в коем случае не с нейролептиков и с гораздо более мягких препаратов. Плюс у пожилых людей, в силу их особенностей, он имеет свойство накапливаться, усугублять определенные состояния, крайне неблагоприятные, типа дискинезии и всего остального, поэтому применяется очень осторожно. Квитиопин относится к группе атипичных нейролептиков, то есть, это препараты наиболее мягкие в плане побочного действия. Он не вызывает повышение пролактина, пациенты, как правило, не набирают вес, у них не возникает гиперлипидемии, не возникает повышение уровня сахара в крови, то есть, он не приводит к развитию метаболического синдрома, но, повторюсь, на средних терапевтических дозах при назначении высоких доз, когда им пытаются лечить серьезные состояния, я сталкивался с тем, что у пациентов все это побочное действие развивалось, я вынужден был отменять квитиопин, назначал более сильный или аккуратно его комбинировал с более сильными, удавалось от побочного действия уходить. Самое распространенное это головная боль, головокружение, сонливость, ортостатическая гипотензия, так как он блокирует, в том числе и адреналиновые рецепторы, человек при изменении положения тела может потерять сознание. Я, естественно, пациентов обо всем этом предупреждаю, мы очень аккуратно повышаем дозу, чтобы организм адаптировался и любое побочное действие мы купируем дополнительным приемом препаратов. Я многократно повторяю, что все психотропные препараты, которые изменяют высшую нервную деятельность, несовместимы с вождением машины. Глупо вместе с ними употреблять алкоголь, так как возникает такое явление, как синергия, совместное усиление действия и вот торможение центральной нервной системы или наоборот возбуждение может многократно усилиться при комбинации с алкоголем. Если вам назначено психфарм, фармаколечение, ни в коем случае нельзя употреблять алкоголь. Последствия могут быть самые непредсказуемые. Как правило, нельзя детям, нельзя беременным. Ну, не только алкоголь, но и психотропную терапию. Но в каждом конкретном случае все решается индивидуально. Доктор взвешивает плюсы и минусы и решение принимается в зависимости от того, что тяжелее лечить или не лечить. Если у вас остались какие-либо вопросы по теме квитиопин, звоните на нашу круглосуточную горячую линию, мы вам обязательно поможем. Добрый день, меня зовут Шуров Василий Александрович, я врач-психиатр, нарколог, психотерапевт, главный врач клиники, youtube-блогер, главный врач клиники.